Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Сегодня наша Церковь празднует память одного из замечательных наших святых, великомучника и целителя Пантелеймона. Он жил в конце III-го, в начале IV века, и время его страданий, казни, приходится на 305-й год. Это уже близко было к тому времени, когда равнопостольный Константин объявляет христианскую веру сначала разрешенной, а потом уже спустя 22 года объявляет даже государственной религией. Но вот в эти последние годы, как бы, языческий мир в агонии особенно яростно преследует христиан. Почему? Вот в сегодняшней Евангелии как раз ответ на это. Если бы вы были от мира, то есть тоже жили в погоне за богатством, наслаждением, славой и так далее, ну, так в мире все друг к другу конкурировали, то ничего, так сказать, особенного вы не делали, не было бы преследований. Но вы не от мира, и потому ненавидит вас мир. Так что, когда христиан не принимает мир, в этом нет ничего особенного. Это уже сказано было нам изначально. Великомученич Пантелеймон был врачом, совершал чудесные исцеления, казалось бы, что плохого делал, за что его, так сказать, преследовать. Он-то он был не такой, как Синий. Поклонялся статуе императора, ходил эти самые христианские собрания и все прочее. Вот это и вызывало ярость язычников. Действительно, он родился в семье, где мать его была христианкой. Отец так не очень известный, но, во всяком случае, видимо, был тоже добрым, хорошим человеком, потому что отдал его на обучение одному врачу. И вот, когда уже он становится юношей, то он знакомится с пресвитером церкви некомедийской Ермолаем. Он тоже поминается в числе бессеребрников, в числе целителей, святых. Ермолай знакомится с христианским учением. И совершается удивительное событие. Он еще не становится христианином, еще не принял святого крещения. Его имя тогда было Пантелеон, что означает «лев над всеми». То есть родители дают имя такое, видимо, отец дал, чтобы он имел во всем первое место, чтобы люди боялись, что страшились. Лев над всеми, Пантелеон. И вот этот Пантелеон, уже будучи учеником Ермолая, однажды, проходя в роще, неподалеку от места, где он жил в некомедии, он вдруг увидел мертвого мальчика на дороге, и рядом змея. Он понял, что он умер от икуса змеи. И так это тролло его сердце, что он стал горячо молиться тому Иисусу, о котором ему говорил Ермолай. И совершилось необычайное чудо. Мальчик вдруг ожил. И это так укрепило самого Пантелеона, что он после этого принял крещение, после этого еще более успешной стала его врачебная деятельность. Конечно, это вызвало зависть у языческих врачей. На него написали донос императора, тот, так сказать, призвал его к себе. И Пантелеон, не страшась, сказал, что дал христианин и исцеляет молитвами Иисусу Христу. В то время за одно такое признание уже была уготована смертная казнь. Его подвергли страшным мучениям, даже бросали в море, все. Но Господь его исцелял, он остался жив. Потом он даже сам уже попросил воину, чтобы ему отрубили голову мечом. Так завершилась его славная жизнь. Его мощи хранятся в монастыре православном на фоне Пантелеонов, русский монастырь, известный всем. Мощи, частички мощей имеются многочисленные у нас в России. Мы молимся ему, как одному из каких-то замечательных помощников в наших болезнях. И будем, конечно, и далее молиться. Но для нас это, прежде всего, такое наставление, чтобы мы не ожидали успеха в этом мире. Чтобы мы понимали, что, казалось бы, даже добрых, хороших людей могут неожиданно, так сказать, обрушиться гонения. Мы это очень хорошо знаем по тем гонениям, которые были в 30-х годах в нашей стране. Начались они еще раньше, в 18-м году. Если мы посмотрим наш церковный календарь, то даже вот сегодня несколько мучеников, которые погибли именно в 18-м году. То есть задача Большойков тогда была такой, Ленина четко сформулировала, чтобы мобилизовать массы на террор против всех, значит, противников революции, сторонников прежнего режима и так далее. То есть не просто какие-то организации, там, ЧК и так далее, это все само собой, но главное мобилизовать массу, чтобы уничтожить вот эти сословия духовенства, купечества, дворянства и так далее, и так далее. И поэтому именно такие страшные массовые казни были в то время. Но потом тоже было не лучше в 30-е годы, но даже и в наше время, уже в 40-е годы, вроде было поспокойнее, но все равно продолжали преследовать людей, которые еще в 30-е годы принадлежали церкви непоминающих. Они окормлялись в таких подпольных христианских общинах, но даже на этом не кончилось. Мы с вами знаем, что в 90-м году был убит замечательный проповедник, отец Александр Мень, добрейший человек, знающий, образованный, высоко деятельный, проповедовавший христиан, как мало кто из людей, христиан верующих, мог в то время это делать. Настолько у него был замечательный дар. Слово, дар проповеди. И вот его убивают почему? Тоже дьявол наставляет каких-то людей, которым не нравится убрать с дороги этого человека. Мы знаем, что и сейчас во многих странах, в Пакистане, Судане, в Сирии христиан преследуют только за одно имя. Так что гонение – это не воспоминание о прошлом, это то, что есть рядом вокруг нас. Любой из нас должен быть готов с этим встретиться. И этому не удивляться, что нас преследуют. И это и есть проверка нашей веры. Чем более мы понимаем, что это вера, за которую нас могут, так сказать, как-то и преследовать, лишать имущества, положения и даже жизни, тем более Господь нам открывает свою любовь в ответ на нашу. Но тут еще должно быть и другое. Вот Пантелеон, когда принял христианство, он принял имя Пантелеимон. Милость для всех. И вот это для нас в сегодняшний день должно быть таким знаком, что Господь действительно ожидает от нас вот этого. Милость, чтобы не было осуждений, не было никакого зложелательства, Боже упаси. Чтобы мы были действительно такими христианами, которые завоевали Римскую империю именно в своей добродетельной жизни, именно в своей добросовестной работе, добросовестным трудом, своем образовании, милости, добрыми отношениями друг с другом. Известно, как сохранились и до нашего времени замечания язычников. Посмотрите, как эти христиане любят друг друга. Вот к этому нам надо всегда стремиться и устранять, удалять из сердца всякие зложелательства, всякие такие огорчения и прочее, прочее. Понимать, что это все мирское. Мы должны быть выше этого. Давайте об этом помнить. И пусть имя сегодняшнее святое, Пантеримон, милости ко всем, будет для нас самым главным, главной такой деталью, главной нотой воспоминания о таких замечательных святых. Аминь.